инструкция по заполнению онлайн чекин компании принцесс хочу обратить ваше внимание что онлайн чекин заполняется именно с помощью медальон класса наведя на qr-код вы можете сразу же перейти и скачать установить себе это приложение так вот это выглядит медальон класс открываете скачиваете себе устанавливаете на телефон и где же дополняется информацию вам нужно будет найти контрольный список путешествий здесь не спадающем списке личной информации и документы вот здесь вы будете загружать все необходимые документы которые потребуются в этом же приложении вы можете много изучить и подготовиться к вашему круизу и пользоваться этим приложением на борту там вы можете увидеть и расписание и вы можете увидеть и игры и вы можете увидеть где находятся какие рестораны и так далее и так далее и так давайте все теперь пошагово как обычно вы заходите в свой кабинет в раздел платежи квитанции бронирование посмотреть квитанцию вам нужно скопировать номер брони и нажмите здесь для регистрации напоминаю что можно изучить здесь и протокола круизной линии сейчас нам потребуется именно пройти к регистрации вас открывается окно компании принцесс вводите свое имя фамилию дата рождения год и вот как раз номер брони который мы уже скопировали после этого вы уже находитесь в своем личном кабинете и здесь видно когда будет ваш круиз начинаться какого числа здесь вы можете тоже изучить необходимую информацию расписание и так далее но вас интересует именно чеки и вот есть тут описание что требуется для прохождения процедуры чеки и тут как раз сказано что вам нужно будет использовать медальон класс именно приложение для чеки даже если вы воспользуетесь вот этой веб-версии сейчас мы по ней пройдем в любом случае у вас будет гореть красным что ваша регистрация не закончена инкомплейт именно потому что completed будет если вы используете только приложение медальон класс сразу хочу предупредить что не всегда он хорошо работает иногда подвисает иногда сложно добавить какую-то информацию нужно возвращаться вновь и вновь чтобы прикрепить какие-то документы или внести необходимые данные не волнуйтесь и не переживайте если в итоге у вас после долгих попыток что-то не получается видите зелененьким горит print travel summary и вы можете уже с этим документом поехать даже если у вас что-то не до конца какая-то информация введена в этом билете уже будет указано все необходимое для того чтобы вы могли приехать в порт и предъявить этот документ это как ваш билет на вот здесь на зеленую кнопку а мы сейчас пройдем по этой версии чтобы понять какие необходимы данные подгрузить вот в этот медальон класс вам нужно ввести но тут путь все три человека которые или два человека кто уедет с вами по этой броне персональную информацию вам нужно вводить на каждого человека отдельно то есть персональная информация это имя фамилия здесь имя здесь фамилия дата рождения пол дальше контакт email мобильный телефон или домашний телефон после этого резиденс это место жительства то есть страна вашего рождения здесь можете поставить галочку если гражданство соответствует месту жительства страна гражданство страна резиденция пишите еще раз адрес страна адресный тут вы обычно указываете улицу и дом emergency контакт это вы можете указать степени родства например сын или дочь или кто-то из родственников полное имя этого человека email и мобильный телефон можете указать еще номер телефона для вечернего звонка галочку ставьте если хотите чтобы это именно лицо было для всех компаньонах вашего путешествия переходим дальше сохраняем переходим дальше что еще будет необходимо нужно будет грузить документ его можно либо отсканировать используя камеру либо мануально ввести все данные это будет в этой вкладке еще я хотела ваше внимание обратить с того как вы запомните всю необходимую информацию что необходимо еще вот рассмотреть этот раздел по состоянию здоровья это очень важно здесь вам нужно будет все прочитать с помощью google транслейтера вы можете перевести копипест здесь сказано то что вы должны подтвердить данные за 24 часа до отправления если у вас вдруг какая-то ситуация что изменилось ваше здоровье изменились симптомы то вы должны будете вернуться к этой форме и добавить необходимую информацию здесь указывается что вы ознакомлены с тем что сами несете риски связанные с ковид за себя и за тех детей которые с вами путешествуют оставите галочку что вы подтверждаете а здесь будет вопрос о статусе вакцинации на сегодняшний момент какой у вас есть это выбирайте из предложенных вариантов что вы например полностью вакцинированный у вас есть booster и потом у вас откроется анкета которую вы должны ответить все верно на все вопросы для если вам сложно пользоваться английским языком переводите через google транслейтер на тот язык которым вы пользуетесь и например здесь что указывается что в течение 10 дней у вас не было никаких симптомов затрудненного дыхания там или скажем потери запахов и так далее да пишите нет что за последние 10 дней у вас не было симптомов таких как текущий нос там боли в мышцах головные боли там диорей и так далее пишите нет дальше что у вас не было позитивного теста на ковид последние 10 дней пишите нет дальше указывается что у вас не было контакта с персоной у кого бы подтвержден к вид последние 10 дней пишите тоже нет и еще раз подтвердите статус вакцинации на сегодняшний момент что у вас за последние 14 дней до посадки полная вакцинации тогда они пишите что какой выбираете вариант 1 например дальше вам необходимо будет еще обязательно заполнить данные по оплате методы оплаты на борту с помощью медальона обводите все необходимые данные вот на эту кнопочку нажимаете на и привязывайте вашу карточку имя номер карты и так далее все необходимое еще раз напомню что необходимо здесь еще будет подгрузить travel документ выбрать например здесь паспорт нажав на эту кнопку из этого списка выбираете какой гражданин гражданин страны вы являетесь но в нашем случае это латвия и нажав на эту кнопочку вы можете либо отсканировать документ либо ввести вручную все данные паспортом и еще что важно вам нужно будет сделать прикрепить фотографию свою нажимаете на эту кнопку и делайте фотографии также делайте на всех остальных людей которые с вами в каюте еще раз напомню что все это нужно будет вводить с помощью именно приложения медальон класса который вы можете скачать по этой ссылке и вся эта информация будет у вас в личных документах еще раз напомню не волнуйтесь не переживайте если что-то не подгрузилась вы все равно сможете вот нажав на эту зеленую кнопочку кабинете принцесс на вот когда вы уже сделаете онлайн регистрацию здесь вы скачаете свой посадочный талон всего доброго и хорошего вам путешествия